Дорогие друзья, очень рада всех видеть. Дайте мне, пожалуйста, знак огнем, чтобы меня видно и слышно, и все, можно начинать работать. Здорово, благодарю, благодарю. Здорово, благодарю. Сегодня у нас с вами очередная встреча. Я надеюсь, что мы сегодня ее построим с вами прямо как практическое занятие. Мне бы хотелось, чтобы мы сегодня с вами активно взаимодействовали. Поэтому, почему так? А потому что, видите ли, тема у нас прям сопряжена с этим. Потому что, когда есть проблемы с самодисциплиной, это означает, что взаимодействие, движение к цели, оно приостанавливается или завершается. Чтобы прямо сегодня мы его начали, прямо сегодня хотелось бы вашей вовлеченности, активности и действий. Что мы сегодня с вами посмотрим? Во-первых, когда у нас возникает вот такая проблема с тем, что нет настроя, нет мотивации, еще чего-то. Вот, по-честному говоря, даже не всегда причина важна, когда мы просто видим, что что-то такое произошло, и мы вдруг остановились. То вот эти блоки, которые я сегодня хочу с вами разобрать и прямо поделать, внутри них конкретные дела для продвижения к вашей цели, мне кажется, что они очень важны. То есть, во-первых, важно понять, что именно меня останавливает и как я себе могу в этом смысле помочь, если вот я в такой ситуации оказался. Второе. Мы очень часто ищем какую-то универсальную таблетку, не только при подготовке диссертации, в принципе, всегда. Нам нужен какой-то универсальный рецепт, и желательно, чтобы он был какой-то сложный, чтобы вот прямо мы его вот услышали, сказать, «Ой, это какой-то эксклюзивный-эксклюзивный рецепт». На самом деле всегда самыми эффективными являются очень простые шаги. И мы сегодня поговорим не о каких-то сложных, а прям простых шагах, которые можно сделать прямо сегодня, и мы вместе, я надеюсь, их сделаем, чтобы вам проще было потом продолжить. Ну и кроме того, конечно, если что-то перестало получаться или где-то случилась вот эта остановка, пауза, которую вы для себя не планировали, то неплохо было бы заглянуть в свою систему, в свою стратегию, а все ли я делаю, в общем-то, так, или, может быть, я вообще просто делаю по наитию. Поэтому я думаю, что вот эти три блока, они, я надеюсь очень, что они и вам помогут, и прямо сегодня нас продвинут. Поэтому готовьтесь, включайтесь, пожалуйста, и сразу забегая вперед, хочу сказать, что традиционно, может быть, вы просто слушаете, кто-то потом будет слушать в записи, я вам рекомендую сегодня взять какой-то блокнот, лист бумаги любой, и, в общем-то, включиться, чтобы прямо после сегодняшней встречи у вас уже какой-то сдвиг в этом направлении произошел. Итак, что касается первого того, почему вдруг потеряется настрой, да, и что у нас, почему вообще нам нужно себя поддерживать. На самом деле, не открою страшную тайну, если я приведу вам статистику, официальную статистику по поводу защит диссертации, кандидатских и докторских, сейчас покажу и те, и другие, буквально как раз вот на этих днях занималась подготовкой аналитических материалов по этой тематике, по запросу Российской Академии Наук, и, соответственно, сочла прямо необходимым вам показать эту статистику для того, чтобы вы лишний раз ее просто для себя знали, но не для того, чтобы вы испугались, а для того, чтобы вы просто знали, что на самом деле не только у вас может быть какая-то ситуация, что боюсь, остановился, не получается, да, то есть вообще таких людей много. Я сейчас не говорю, хорошо это или плохо, я просто констатирую факт. И статистика нам показывает, что я специально взяла не самые последние годы, а все-таки какой-то небольшой такой отрезок времени для того, чтобы показать, что вот эти, те самые, которые вы наверняка слышали, 10-10 с небольшим процентов людей, которые защищают кандидатскую диссертацию, это ситуация не последнего года. Это ситуация, которая продолжается достаточно длительное время, и даже вот захватила 17-й год, когда совсем другие были цифры и выпуска из аспирантуры, и все равно мы видим, что примерно доля тех, кто защищается из диссертации, она такова. Я сейчас, безусловно, не хочу сказать, что это вот такая цифра, она меняется в зависимости от специальностей, она меняется более того, она меняется в связи с тем, что здесь только выпускники из аспирантура, а кто-то ведь пишет диссертацию, не поступая в аспирантуру, то есть понятно, что таких людей много. Но таких людей не так много, как хотелось бы, вот от общего числа тех, которые вообще настраивались писать кандидатскую работу. Что касается декторантов, если мы посмотрим ситуацию с докторскими диссертациями, она, прямо скажем, получше, потому что здесь порядка 23-25% защищают диссертации, выпускаясь из декторантуры. Опять же, мы исходим из того, что есть люди, которые туда и не поступали, но они защитили диссертации. Но, тем не менее, это все равно вот какой-то достаточно небольшой, небольшая группа людей. Поэтому наша с вами задача состоит в том, что раз вы пришли на этот вебинар или вы будете его смотреть в записи, значит, для вас эта тема актуальна, и наша задача состоит в том, чтобы попасть в ту категорию, которые дойдут, защитятся, и все будет успешно, и поэтому сегодня мы как раз с этим с вами и поразбираемся. Какие на самом деле у нас вообще бывают причины, по которым мы теряем настрой? Вот давайте, друзья, я вас сейчас прошу включиться и в чате прямо написать, набросать, может, одним-двумя словами, что происходит у вас, особенно тем, кто пишет уже какое-то длительное время, может быть, какие в основном бывают причины, по которым происходит вот эта остановка? Что мешает, что напрягает? Прямо буквально одно-два слова. Жаль, что мы не можем, конечно, с вами пообщаться, что называется, голосом, да, но, по крайней мере, в чат можно здесь написать. Так, Татьяна, добрый день, вдруг исчезли идеи, много работ, состояние, здоровье. Вот сразу несколько причин, еще, друзья, еще. Ольга, работа забирает время, Александр Николаевич, периодическая перегрузка по работе. Здравствуйте, Алиса Юрьевна, я не пишу, когда не знаю, что писать. То есть, вот смотрите, у нас получается ситуация, при которой, вот мы, несколько человек набрасывают ответ, это ситуации на самом деле разные, казалось бы, да, время, здоровье, идеи закончились, Анна, нет внешних стимулов, вот непонятные требования. Еще, друзья, вот прям набрасывайте, даже вот если я сейчас пойду дальше, да, набрасывайте свои причины. Это очень важно, чтобы мы с вами повзаимодействовали, чтобы каждый понял, что вот у кого-то с кем-то перекликается эта тематика, да, проблемная, то есть она не ваша личная, она не ваша личная, вот поверьте мне, я общаюсь с огромным количеством людей, которые пишут диссертации, и это плюс-минус одинаковая проблематика. Начинаем с одних дев, которые, думаю, самые оригинальные. Вот, 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 замечательно, Майя, спасибо, что вы вот это тоже написали. То есть на самом деле у нас и восприятие в том числе меняется. Давайте посмотрим на то, что я вам хочу подсветить, может быть, из того, что где-то сейчас пересечется с тем, что вы назвали, где-то нет, но так или иначе мы про все то, что вы написали, сегодня поговорим, к этому вернемся. На самом деле очень частая остановка возникает тогда, когда в какой-то момент времени у человека нет результата. вот то, что вы написали. У кого-то нет идеи, у кого-то нет времени, и поэтому нет результата. На самом деле нас останавливает не то, что его нет времени, например. Нас останавливает то, что мы не чувствуем результата. Мы как будто бы даже вот то время, которое мы выкраиваем, потому что его мало, раз у нас его не хватает, оно не приводит к тем результатам, которые бы нас удовлетворили. Либо мы сталкиваемся с теми задачами, которые, понятно, что чем дальше мы продвигаемся по своему пути, задачи становятся более разнообразными или более непонятными, более того, мы с вами находимся в такой период времени, когда реально меняется очень много всевозможных требований, у нас недавно поменялась, ну, относительно недавно поменялась номенклатура научных специальностей, у нас меняются требования, положения меняются, у нас списки постоянно меняются, то есть мы постоянно с вами находимся во внешне, вот то, что вы написали, вовне меняются вот эти условия, это действительно очень сложно в такой ситуации, как бы собраться и сделать так, чтобы у тебя и тут, и тут все получилось, то есть в этом смысле это одна из причин, сейчас чуть попозже посмотрим, что с этими причинами делать. Второй момент, когда, вот, бывают такие ситуации, когда у человека, это чисто личное, да, обстоятельство, когда либо меняется научный руководитель, либо, то есть могут не сложиться отношения, либо, может быть, научный руководитель, пожилой человек болеет, уже не может уделять время, и вы меняете, может меняться тема. И, допустим, вот при смене номенклатуры научных специальностей у некоторых это произошло, и это прям выбило людей из равновесия, они не могли дальше двигаться. И несмотря на то, что у них было какое-то то самое долгосрочное планирование было, и вроде бы настрой у них есть, и все есть, но вот это вот какое-то личное обстоятельство, оно связанное с изменениями. И вот здесь вот из ваших причин тут и могут быть какие-то изменения, в том числе на работе непредсказуемые, изменения, связанные с состоянием здоровья, что у вас были изначально такие планы, а сейчас вы в эти планы просто не укладываетесь. И поэтому вот здесь вот эти все изменения личностные, в том числе, они тоже, конечно, очень сильно на нас влияют, и могут стать причиной того, что настрой сбивается, и надо найти какую-то внутреннюю мотивацию к тому, чтобы вновь собираться и вновь действовать. В чем здесь еще сложность этого пути? А сложность пути состоит в том, что этот путь на самом деле другой, он не такой, как он кажется изначально. У некоторых этот путь рисуется изначально очень простым, что такое написать диссертацию, ну это практически вторая выпускная работа. Я вот сейчас или там магистратуру человек закончил, он считает, что вот он сейчас сделает, он будет те же шаги делать, он будет все делать точно так же, и у него все будет получаться. К сожалению, это не так. Почему? Не случайно я тему назвала долгосрочное планирование, потому что подготовка кандидатской диссертации, а уж тем более докторской диссертации, это путь долгий. Нравится нам это, не нравится, но реальность такова, что вы не сможете написать диссертацию за 2-3 месяца. Нет, понятно, что может кто-то может так быстро писать текст, но чтобы ее написать, нужны идеи, исследования, изучение литературы, подготовка к публикации. И все вот эти вот виды деятельности, их невозможно сделать за 2-3 месяца, за полгода. Поэтому иногда кто-то очень так романтизированно смотрит на этот путь, а некоторые, наоборот, изначально считают, что этот путь очень-очень сложный, и они просто ломаются на первой сложности, потому что как будто эта сложность говорит, да, ну ты же вот говорил, что он сложный, вот он сложный. Поэтому вот на этом пути понятно, что будут и взлеты, и падения, и просто надо для себя, один из настроев, который надо изначально себе дать, находясь на любом этапе пути, что этот путь не такой, как я про него думаю, он другой. Отнеситесь к нему с таким, с интересом, о, даже так, даже может быть вот такой сюжет у меня на пути, да, может. И тогда вы как бы меньше будете переживать по этому поводу, то есть чуть-чуть расслабьтесь вот по этому поводу, тогда, когда у вас складывается не так, как вы себе это представляли. Ну, у вас просто будет по-другому. Но одна из самых главных точек, которую я вот пыталась на таком графике изобразить, да, это вот точка, когда со временем, из-за того, что путь долгий, накапливается усталость, накапливается у некоторых злость на себя, у некоторых накапливается стресс от того, что у нас нет свободного времени, которое бы мы посвятили просто диссертации. На самом деле, друзья, оно у вас может быть. То есть есть возможность взять научный отпуск для того, чтобы завершить свое исследование. Не предмет сегодняшнего разговора, но тем не менее. И если вы вдруг находитесь в ситуации, вот когда все, вы прям чувствуете вот выгорание, стресс, усталость и так далее, у многих возникают либо внутренние переживания, которые я здесь на графике назвала внутренним каким-то кризисом. Человек не перестал писать. Он как бы думает, что я еще попишу когда-то, когда-то. Но пока это пауза. То есть мы останавливаемся. А кто-то вообще решает, что все это не мое, он просто бросает это все дело. И, в общем, вот так как раз совокупность людей, которые не входят в эти 10 с небольшим процентов, это как раз люди, которые остановились, которые вообще либо они потом дозащитятся когда-то через какое-то промежуток время, либо они бросили эту идею совсем. Что очень жалко, потому что много труда внесено. И вообще науки полезны, наши исследования, не надо вот здесь их тоже обесценивать. И поэтому вот как нам выйти вот на этот новый этап, как нам себя вытащить вот с этой паузы или с этого желания все бросить, вот нам нужно с вами сегодня поразбираться. Ну и вот вы не написали в чате, но это просто мое любимое. У нас даже есть тема по этому поводу вебинар. Мы как-то встречались по этому, потому что это проблематика такая достаточно частая. Это синдром самозванца, синдром отличника, который не позволяет двигаться дальше. Вот, и вижу уже огни, да, и прямо такой скромный один огонь. А наверняка сейчас каждый про себя-то немножечко подумал. Вот, вот, вот. Чувствую я, что вот сейчас я как раз каждый про себя подумал и сказал, а ведь действительно у меня когда-то этот синдром срабатывает в какой-то момент времени. Что я здесь сразу хочу сказать до того, как мы с вами до конкретных инструментов сейчас дойдем и будем вместе делать. Я сразу вам хочу сказать, друзья, грубо, но точно, в топку. В топку этот синдром. Потому что синдром самозванца, синдром отличника обычно бывает в большинстве случаев, бывает у очень состоявшихся умных, интеллектуальных, вообще классных людей. Именно они, вот проводя эту саморефлексию, почему-то себя недооценивают. Потому что, поэтому, если у вас есть этот синдром, он вас просто обесточивает, да, у вас время уходит не на то, что нужно. Потратьте это время на то, чтобы писать работу, проводить свое исследование и так далее. Даже не задумывайтесь об этом. Как только поймали себя, вот как будто за руку, да, о, я себя сейчас обесцениваю, я там стремлюсь к какой-то идеальной работе, которую от меня никто не требует. Нужно, чтобы она требованиям просто соответствовала, чтобы она была качественная, фундаментальная, безусловно. Но она не должна быть идеальной, ее не надо писать 20 лет. И поэтому, конечно, вот еще то, что вы написали, это незнание требований очень часто мешает. Незнание требований в широком смысле слова. И требований, которые ВАГ предъявляет, и требований, которые, может быть, предъявляет ваш диссертационный совет, если вы пойдете защищаться, диссертационные советы, которые самостоятельно присуждают ученые степени. И здесь я сразу же вам хочу, ну, во-первых, наш следующий, забегая вперед, наш следующий вебинар с вами, который будет 6 ноября, будет посвящен вот этой тематике. То есть если вы, вот кто сейчас присутствует или смотрит записи, если вы теряетесь в этих требованиях, не знаете, куда вам посмотреть, на следующем вебинаре мы с вами все подробненько разберем, самые актуальные вот эти моменты посмотрим. В этом смысле у вас будет полное спокойствие и понимание того, что я все теперь знаю. И дальше можно будет двигаться. То есть вот этому мы прям целый вебинар посвятим, и здесь все будет нормально. Ну и кроме того, когда мы все-таки про свои причины думаем, вот сейчас я не случайно вам сказала, что взять листочек или блокнотик или еще что-то. Прямо сейчас, друзья, чтобы мы с вами продвигались, потому что мы сейчас начнем приемы рассматривать, да, ваша задача себе. Можете в чате написать, пожалуйста, можете себе на листочек написать, какая причина именно сейчас наиболее актуальна для меня. Вот раз мы здесь с вами собрались, значит, у вас есть какая-то из этих причин, помимо тех, которые вы перечислили. К тем, что вы перечислили, добавляйте ту, которую вот я сейчас обозначила, да. Может быть, у вас что-то из этого есть. Прямо вместе делаем. Надо спланировать свою работу, разбить на этапы, ставить календарь. О, Светлана, прекрасно. Но мы сейчас прямо об этом и будем говорить. Замечательно. Мы прямо на одной волне. Планирование времени. Ой, Ольга, да, рада видеть. Так, друзья, замечательно. То есть мы сейчас с вами каждый, понятно, что не у всех все эти причины, да, у кого-то такая, у кого-то другая, прямо делаем. Как будто у нас не вебинар, а как будто бы у нас мастер-класс с вами интенсив какой-то. Давайте прямо вместе поработаем. Если вас какие-то причины эти напрягают, вы не знаете, что с ними делать, с этими причинами, то наша задача всегда подумать о запасных путях. То есть как иначе? Вот прямо себе сейчас блокнот на ваш листочек, пишите этот вопрос. На протяжении всего вебинара я буду на этот вопрос пытаться ответить, а вы еще потом подумайте для себя, да, что можно делать иначе, потому что я, к сожалению, сейчас не могу послушать вас голосом, чтобы вы бы мне сейчас, например, сказали, вот, я, наверное, вот это неправильно, или, может быть, вот это с этим сложности у меня, да. То есть сейчас каждый, пожалуйста, включаемся и поработаем вместе. Значит, что я могу делать иначе? Может быть, то есть вот эта причина, которая у вас есть, которая останавливает вас на пути, она возникла потому, что вы что-то делали, и что-то не получалось. И мы задаем вопрос, как мы это можем делать иначе себе? Какие у нас есть другие способы поделать это то же самое? Нет, результатов перестало получаться, пусть не так, как я планировала. Вот сразу несколько дан у Татьяны. Ольга, страх начать. Ольга, надо начинать идти в этот страх. Не только вам страшно. Страшно начинать любой длинный проект. Вот, друзья, смотрите, сегодняшняя тема неслучайно у нас про долгосрочность. Вообще вот тот, кто решает написать диссертацию, у меня всегда вызывает невероятное уважение, потому что это такая амбициозная цель, просто очень амбициозная цель, и она долгая. Мы её должны встроить в свою жизнь. И поэтому чем больше мы понимаем вариативность, вот это можно делать вот так, это можно делать вот так, это можно делать вот так, сейчас будем говорить как. И когда вы пробуете разные варианты, может быть, какой-то вариант как раз ваш, и вам там перестанет быть страшно, или у вас там начнут получаться результаты, или вы, например, на следующем вебинаре разберётесь с требованием, и всё, и будет понятно. Поэтому вот этот вопрос, это прям вопрос, который мы на протяжении сегодняшнего вебинара держим в своей голове. Ну, и давайте теперь будем приступать, я уже понимаю, что вы все блокноты, ручки взяли, давайте прямо будем писать. Вот первое, что мы сейчас с вами идем, мы начинаем всё стандартно. Я сразу сказала, что никаких волшебных таблеток сегодня я вам предложить не смогу, но я помогу сегодня прям вам сделать какой-то первый шаг. И первое, что мы с вами выяснили, то есть мы должны проанализировать вашу текущую ситуацию, где вы застряли, вот на том графике, который я рисовала, вы в какой точке находитесь. И первое, мы сейчас с вами определили, что мешает именно вам. Вы сейчас в чате кто-то написал, кто-то в блокноте себе написал. То есть вот это, это то, это как бы такой знак, как дорожный знак у вас, да, который вас должен, как только у вас начнётся это, вы сразу должны себе сказать, оп, у меня опять это срабатывает. Внимание, внимание. Второе, нам нужно понять точку, где вы сейчас находитесь, с точки зрения того, что вы проделали на пути к своей цели. И поэтому сейчас постарайтесь, ну вот у нас прям чуть попозже, прям будет такой слайд, в котором в каждой из видов я попрошу вас вспомнить, что у вас есть. Поэтому вот этот шаг пока на одну секунду мы пропустим, дойдём до подробностей. Но если вы сейчас уже можете себе ответить на этот вопрос, то есть что у вас уже конкретно сделано к этому, к сегодняшнему моменту, ответьте на него. И следующее, что мы с вами сделаем, нам нужно прямо сегодня, прямо на нашей встрече определить хотя бы один, хотя бы маленький, но конкретный шаг, который вы можете сделать, как только мы закончим с вами сегодняшнюю нашу встречу. Вы пойдёте обратно в свою, как бы, жизнь, и там сможете сегодня или завтра, но не позднее, да, вот сегодня или завтра сделать этот шаг. Вот это план, которому мы сейчас с вами будем следовать. И что ещё важно? Вот когда мы сейчас по этому плану будем двигаться, нам ещё с вами важно познакомиться с собой. Вот, друзья, я понимаю, что вы сейчас скажете, Наталья, вы же заявили тему про долгосрочное планирование, про что мы вообще говорим? Мы всё, что мы говорим, мы говорим архиважные вещи, поверьте мне. Я сталкиваюсь с большим количеством людей, которые пишут диссертации, и очень большая сложность – это настроиться на работу. Поэтому нужно узнать себя. Надо тоже попробовать разные варианты. То есть, например, оборудовать такое рабочее место, которое вам комфортно. Может быть, посмотреть, каким образом кому-то нравится работать с распечатанными, допустим, публикациями, кому-то с электронными. Кому-то нравится работать вне дома, например. Кому-то нравится сначала пойти погулять, процвежить голову, а потом узнать, какой вы, познакомьтесь с собой. Потому что вы эту работу будете делать. Это не забег. Вот понимаете, когда у нас на работе оврал, мы говорим, ой, у меня оврал, завтра дедлайн. Конечно, на один-два дня мы можем с вами собраться, мы можем свернуть горы, но на третий день все, мы выдохли. У нас другая с вами ситуация. Поэтому если мы не будем заботиться о себе, о своем состоянии, не познакомимся с самим собой, то, соответственно, мы будем сливаться, потому что у нас неправильно будет выстроена наша деятельность с вами. Ну и, конечно, конечно, вот то, что вы говорите, там, не знаю, например, требования или еще что-то. То есть, первое, вот ответим на эти вопросы. Второе, нужно познакомиться с собой. И третье, обязательно изучите вообще путь. Вот если у вас, вот кто-то в чате написал, да, что путь не такой, как мне казалось, или что вот он какой-то меняется, может быть, на протяжении, попытайтесь понять все детали этого пути для того, чтобы вам было проще двигаться. Потому что, когда мы знаем, куда, ну, элементарно, представьте, вы отправляетесь в поездку, и вы себе заранее составили карту, вы посмотрели все дороги, где легче, где, может быть, менее понятна вам дорога, и вы движетесь. Ну, а другая ситуация, когда мы движемся в потемках, понятно, что это будет сложнее. Поэтому постарайтесь познакомиться с нюансами пути. Вот, да, каким образом мне это делать, как мне это достигать и так далее. Если вам это сложно делать, да, Татьяна сказала, что я про курс скажу, не могу я не сказать, с удовольствием вас позову, конечно же, на курс. Приходите на курс, если вам хочется разобраться в деталях. Курс стартует 12 ноября. Курс называется «Технология подготовки успешной диссертации». Мы на курсе проходим весь путь, начиная от выбора темы, кончая защитой диссертации, того, как собрать документы, как настроиться и так далее, и тому подобное. То есть у вас не останется каких-то вопросов и непонимания, останется только действовать, останется только внедрить то, что мы сейчас с вами будем рассматривать, то есть вы, собственно говоря, будете полностью готовы к тому, чтобы пройти этот путь, пройти этот путь, потому что все виды деятельности мы с вами в рамках курса посмотрим. Безусловно, это и общение с людьми, которые в такой же ситуации, как вы, с такими же вопросами. И второе – это общение со мной, потому что я даю обратную связь, даю именно ее я. У нас нет никаких кураторов, поэтому, пожалуйста, если для вас это актуально, приходите, я уверена, что это будет полезно. Все, теперь переходим опять к нашей практике, наши блокноты перед нами, давайте смотреть. Итак, что нам нужно понять про себя? Первое – прямо сейчас по каждому пункту себе пишите, что вы про себя уже знаете. Если вы это про себя не знаете, значит, это, грубо говоря, домашнее задание на время после нашей встречи. Первое – нужно понять, в какое время дня вы более плодотворно работаете. я уже достаточно часто рассказывала этот пример с собой, когда я писала докторскую диссертацию, я не могла спать ночью. Но в какой-то момент времени я просто перестала ночью спать, у меня была жуткая бессонница. Я не понимала, что со мной происходит. Как нормальный, стандартный человек, который… Мы люди всегда ищем волшебную таблетку. Я искала таблетку какую-нибудь, ну, из серии выпить и поспать, спокойно выспаться в ночи. В какой-то момент времени я поняла, почему бы это время не использовать. Ну, раз я все равно не сплю, таблетку я пить не хочу. Может быть, мне нужно это время использовать для диссертации, я стала ночью делать техническую работу, которую неинтеллектуальную, потому что интеллектуальную работу ночью я не могу делать. То есть узнайте себя, что для этого нужно сделать. Попробуйте поработать в разное время дня. Попробуйте. То есть вот сейчас вы себе… В чат, кстати, можете тоже написать, значит, написать, что вы про себя сейчас знаете. Днем вы лучше работаете, утром, кто-то ночью, кто-то вечером. Можете написать в чат, можете написать себе на листочек. Но даже если вы это сейчас мне написали или на листочек написали, обязательно возьмите себе на ближайшие 3-4 дня, давайте возьмем челлендж на то, чтобы все попробовать из того, что мы сегодня посмотрим. Просто познакомиться с собой. И попробуйте выделить себе время в разное время суток, поработать, сделать какую-то интеллектуальную работу, вроде бы как-то хорошо, нехорошо, и себе пометочки сделайте. Это, знаете, как… Надо несколько раз к этому вернуться, для того, чтобы вы себя четко поняли. Второй момент очень важный. Вот тоже сегодня в теме я заявила про настроение и мотивацию. Я не хочу сегодня долго-долго говорить про мотивацию. Почему? Потому что у меня очень странное, странное у самой ощущение про мотивацию, потому что что значит самомотивация? Это как будто бы ты сам себя должен найти инструмент, который тебя заставит что-то делать. Вот вам не кажется так? Вот мотивация – это как будто такая вот… Неважно, мотивация положительная или мотивация… Ну, к подаркам каким-то или мотивация, что называется, от, когда тебя там поругают кто-то или ты себя… Но для меня мотивация – это такое немножко как будто себя заставить. Так вот, в этом смысле я бы следующее хотела вам порекомендовать. Попробуйте понять, не что вас мотивирует, а что вас вдохновляет. Вот что вас само, без заставлений, приведёт в то состояние, когда вы захотите что-то делать. И вот именно вот это старайтесь положить в основу своей мотивации. Я не знаю, ну, предположим, я, например, очень люблю гулять на природе. Вот у меня за окном парк прекрасный. Парк – это замечательно, но я люблю погулять в лесу. Я, например, себе мотивацию строю вот от этого. Что, давай, ты вот эту работу сделаешь, проедем, погуляем в лесу. Но это как бы тоже мотивация, но это не через заставить, а всё-таки как-то вдохновить. Попробуйте себя понять. Кому-то мотивация работает только с точки зрения того, когда она внешняя. Тогда заявите всем, что я хочу, я беру челлендж, и я там за месяц хочу сделать такой-то объём работы. Если вы знаете, что для вас работает внешняя мотивация, а кто-то наоборот пишет, скрываясь от всех, потому что, как только другие узнают, будет ожидание по отношению к скорости его работы, например, ему это помешает. Напишите себе сейчас, как вы думаете про себя, какой у вас тип вот этой мотивации, вам нужна внешняя мотивация, или вы можете через вдохновение себя мотивировать. Вот что вам помогает. Потому что всё, что мы сейчас с вами напишем, на вашем листе окажутся те приёмы, которые я вам рекомендую прямо до следующей нашей встречи. Через две недели мы встречаемся с вами, шестого, на семинаре, на вебинаре. И вот чтобы вы попробовали, если вы придёте шестого, можете поделиться, что у вас сработало лучше всего. Следующее – это скорость работы. Очень часто мы начинаем не с того, мы начинаем с планирования. И мы уже сидим, прописали планы, я буду три раза в неделю по столько-то времени, в такое-то время. Вот Татьяна написала, днём, утром лучше работаю. Мы, например, с учётом этих биоритмов всё поставили, и у нас планы не срабатывают. Почему? А потому что мы не учли скорость своей работы. Потому что, опять же, вот даже на том же курсе приходят люди, мы на протяжении курса пишем публикацию. Кто-то две публикации успевают за курс написать, а кто-то не одной. То есть, ваша задача – знать, с какой скоростью вы делаете какую работу. И поэтому постарайтесь какое-то время, ну, опять же, пусть неделю или две, прям позасекать. Вот вы сели, например, писать там текст, страницу текста. Вы не ставите себе таймер из серии, что я должен написать за 10 минут. Нет. Вы ставите, например, заведите там себе секундомер для того, чтобы вы после того, как вы в спокойном, в своём режиме сделали эту работу, вы посмотрели, сколько заняло это у вас время. И тогда вы сможете планировать более правильно, потому что вы будете понимать скорость вашей речи. Кто-то осваивает литературу быстро, кто-то медленно, кто-то с текстом работает быстро, имеется в виду, создаёт текст, кто-то медленно, кто-то презентации долго делает до выступления, кто-то медленно. Узнайте скорость своей работы. Если знаете, опять же, пишите, прям вот у вас сейчас в блокноте, чтобы у вас вот эти вот пунктики про себя проявились, чтобы вы не просто так час времени со мной провели, я-то ладно, чтобы вы себя узнали. Следующее – это влияние дедлайна. Опять же, мы все очень разные. И для кого-то дедлайн, когда вы встретились, например, с научным руководителем, он вам говорит, через месяц вот то-то. Всё, вы вот так вот сжались все в кучу и думаете, через месяц, ой, какой ужас, какой ужас. Это вас вообще нисколько не вдохновило, это вас напугало, напрягло, и вам это мешает. А другому человеку сказали через месяц, он, о, через месяц, так, так времени мало, он побежал скорее срочно делать, быстрее и быстрее, и у него всё получается. Кто вы? Вы в каком лагере? Тем, кому дедлайны помогают или кому мешают? Вот кому дедлайны помогают, давайте огонёчком моргните или в чате напишите. Мне, мне, мне. Сейчас просто посмотрим, кого из нас больше. А кому мешают теперь? Кому мешают? Кому не нравится, когда ездит дедлайк, особенно, когда он приближается? Вот тоже огонёчек горит. То есть на самом деле, на самом деле, не надо ориентироваться на кого-то. Раз. И во-вторых, не надо ждать советов универсальных. Я почему сейчас вам не даю никаких универсальных советов? Потому что их не существует. Потому что мы все разные. И нам очень нужно себя послушать. Потому что мы этот путь проходим. И с учётом вот этих нюансов, которые мы сейчас про себя пытаемся выяснить, дальше вы будете делать то самое планирование. Помогает понять, что ещё у нас можно. Здорово. Следующее. Готовность к коммуникациям. Тоже мы в этом разные. Кто-то может пойти, найти человека, с которым можно проконсультироваться, поехать, например, на конференцию, познакомиться со всеми спикерами, обменяться контактами, потом там у них что-то спросить и так далее. Это очень классный навык, это замечательный навык. Если он у вас есть, вам просто невероятно повезло. И если у вас такого навыка нет, просто опять, можно, конечно, его развивать, но развивать навык, который там не сформирован, требует время и тоже энергии. Тогда это нужно просто учитывать, что я не готов к прямым контактам вот с этими людьми. Чем важны коммуникации в науке? Тем, что вы можете быстро понять, как что-то сделать, быстро освоить какой-то метод. То есть не надо уметь всё на свете, но это и невозможно. Если вы готовы к коммуникациям, вы можете очень ускорить своё движение. Опять же, можно пообщаться с людьми, которые идут этой же дорогой. Да, то есть почему-то я говорю, что на курсе у нас формируется сообщество, и вы можете друг с другом пообщаться, вдохновиться, что-то друг у друга спросить. У меня тоже спросить, на работе у себя спросить, в аспирантуре или в докторантуре поговорить. То есть не стесняйтесь общаться, это очень сильно продвигает вас. Ещё один очень важный фактор, который про себя надо понять. Насколько вы погружены в тему? Вы темой занимаетесь много лет, вы профессионал, вам всё удаётся, значит, вам проще будет продвигаться. Вам хотя бы на это не нужно будет обращать внимание, потому что вы уже достаточно продвинуты. Если вы в тему недостаточно погружены, вот сейчас, когда мы дойдём до планирования, ваша задача везде прибавлять себе время. Это знаете, у меня какая ассоциация срабатывает с ремонтом. Вот когда ремонт человек начинает, он думает, так, ну я за месяц сейчас вот это сделаю. Потому что он ремонт делает раз в год, он не погружен в тему, он не знает всех нюансов. Когда он начинает делать этот ремонт, выясняется, что это делается дольше, здесь этого нет, здесь затягивается, здесь ещё что-то, и это всё расширяется. Время. Время, затраты, всё, да, и вам приходится погружаться в тему. Здесь абсолютная аналогия. То есть, если вы уже продвинутый исследователь, вы пишите докторскую диссертацию, например, то вот на третьем этапе, когда вы про свою скорость узнаете, вы на неё можете ориентироваться. Если вы только начинающий исследователь, добавляйте себе там процентов 10 лишнего времени при планировании, потому что вы явно сейчас более, как бы, так, оптимистично смотрите на то, как вы будете продвигаться внутри своей темы. Следующее, это, конечно, развитие научных навыков. Это что значит? Вообще, насколько вы те или иные виды деятельности уже делали? Вот прям себе сейчас пишем. Вот про, что вы уже делали, делали неоднократно, у вас это хорошо получается, значит, вы на этом можете меньше внимания потом уделять и в своём долгосрочном плане этому уделить меньше времени. А вот то, что у вас плохо получается, что-то не умеете, и надо научиться, мы же план должны по приоритетности в том числе выстраивать. Вот, соответственно, это у вас будет в приоритетных задачах. Поэтому вот сейчас тоже, можете в чат, можете в блокнот. Я почему не настаиваю на чате, потому что мне бы очень хотелось, чтобы реально вы вот сегодня прям с занятия вышли, вот с пониманием себя, чтобы эта запись у вас осталась прежде всего. Что я умею, под цифркой 7 себе написали. Хорошо, с собой разобрались, особенности какие-то выяснили. Следующее, что нам нужно понять, нам очень важно обеспечить регулярно. Вот, например, даже то, что мы сейчас пробежались с вами по этим там семи пунктам, и вы про себя это написали, наш путь такой долгий на протяжении, это там может быть год, два, у кого-то три, если там это докторская диссертация, что даже ответы на эти вопросы у вас будут меняться. Поэтому вы периодически к этому чек-листу возвращаетесь и по нему проходитесь, потому что сегодня вам лучше работает с утром или днём, а через год, может быть, вы себя, или, например, летом вы работаете лучше так, а зимой или осенью вы работаете по-другому. И это нужно в осеннем плане, значит, это нужно учитывать по-другому. Поэтому вы не думайте, что если бы мы были таким простым субъектом, про которого всё можно сразу понять, ну, тогда, конечно. То есть регулярность важна, регулярность в том, чтобы возвращаться к тому себе и задавать себе эти вопросы, и регулярность в той деятельности, о которой мы сейчас будем обозначать. Ну, и ещё один момент, это, конечно, постепенно. Опять же, вот особенно, я вот у наших аспирантов веду, я работаю в Российской Академии Ну, веду у них курс по методологии научных исследований, и я обращаю внимание, как, ну, это, конечно, молодость, это прекрасно, когда люди получают какое-то задание, они бросаются срочно, всё, скорее это делать, и так далее. И часто бывает выгорание, потому что ты всю свою энергию вот это бросил, а на всё остальное где-то не запланировал, что это длящаяся какая-то штука. Поэтому постепенно. Вот если вы сейчас находитесь в той самой точке, в которой вы остановились, вы ещё не бросили, вы остановились только, да, и не знаете, как вот на этот новый этап пойти, это не значит, что всё, что вы сейчас себе в блокноте написали про себя все 7 пунктов, вы с сегодняшнего дня начинаете внедрять. Нет. Давайте договоримся так. Вот вы попробуете, например, про биоритмы ближайшие там 3-4 дня попробовать в разное время дня поработать, какую-то интеллектуальную работу поделать. Там, в следующие 2 дня вы попробуете с точки зрения, там, например, скорости своей работы. Следующие там 2 дня, ещё что-то. То есть постепенно внедряйте инструменты постепенно. Это точно так же, как с питанием. Если вы решили перейти на другой стиль питания, не надо от всего сразу же отказываться, да, потому что организм не выдержит. Точно так же и здесь. Всё бережно, бережём себя, потому что вы дороже, чем диссертация, не забывайте никогда об этом. А теперь, как это всё у вас систематизировано, и как это можно всё упорядочить, если мы говорим о конкретных шагах с точки зрения планирования, с точки зрения того, как организовывать эти виды работы. И вот сейчас мы как раз с вами дойдём до того, что вот эту точку А мы с вами определим. Но не А, это, конечно, не А у вас точка. Сюда пришли на вебинар те, кто уже в какой-то точке Б, но не до конца ещё, да, но не до финишной точки. Потому что начинающие всё-таки немножко недооценивают важность вот такой тематики. Что я хочу сказать, что сначала мы должны определиться, где мы и куда мы собираемся пойти, потом мы должны понять, какие, что нам делать, и только потом оптимизировать. Никак не наоборот, никак не наоборот, потому что иначе вы всё время будете как бы спадать вот в эту точку, в которой либо непонятно, либо не хочу, либо не могу, либо ещё что-то. Давайте посмотрим, как это сделаем мы сейчас вместе с вами. Итак, для того, чтобы нам оцифровать вот эту точку, в которой вы сейчас находитесь и из которой вы пришли на нашу сегодняшнюю встречу. Вот кто в теме своей, кто помнит, он может прямо сейчас на своих листках написать вот эту информацию. Если вы сейчас не помните, может быть, сейчас не можете открыть компьютер, посмотреть свои папки, свои файлы, например, то обязательно сделайте это, как только мы, не откладывайте в дальний ящик. Вот закончится наш мебинар, вернитесь вот к этим четырём пунктам и посмотрите, что у меня сделано. Значит, во-первых, нам нужно понять, вот сначала стратегическую цель оцифровать, куда мы идём. Первое, какого объёма у вас должна быть диссертация, сколько там должно быть новизны у вас в этой диссертации, пунктов, сколько пунктов, сколько объёма должен быть, может, какая структура. Вот что вы по этому поводу знаете. Вспоминаем, да сейчас не хочу вот такие вещи говорить банальные, что ваша цель должна быть сформирована по смарту, она такая-то, такая-то, такая-то. Я сразу на практику. Вот у вас будет диссертация, публикации, автореферат и документы. Вот четыре позиции, которые вам нужно иметь, когда вы завершите всё и пойдёте на защиту. Вот что вы пока на данном этапе представляете максимально конкретно по поводу этой цели. Если вы, например, сейчас, я вам задаю вот этот вопрос, а вы не можете сказать, а сколько у меня будет, сколько напишу, столько и будет. Значит, вы ответ на этот вопрос не знаете. Значит, себе зафиксируете, что вам нужно понять, какая у вас должна быть диссертация по объёму. Я сейчас пока про объём говорю. Второе, публикация. В зависимости от того, кандидатскую вы пишете, докторскую, в ВАКовском совете, ну, то есть в совете под отчётным ВАК или в совете, который самостоятельно присуждает учёные степени, сколько мне, каких публикаций мне надо, где я их должен публиковать. Потому что, если это самостоятельный совет, там будет свой список какой-то, и вам надо это понимать. Задайте себе вопрос. Я это вообще знаю? Я вот в курсе того, что сейчас вот у меня спрашивают? Или я не в курсе? Если вы не в курсе, значит, нужно сначала ответить на эти вопросы, потом планировать. Потому что, если мы сейчас оцифруем точку, в которой мы находимся, без понимания, куда мы идём, мы какой план-то можем составить? Никакой. Просто мы делаем и делаем. Следующее – это автореферат. Автореферат, всем известно, я не буду об этом говорить, брошюра, вообще это документ на самом деле, которая содержит в себе всю квинтэссенцию вашей работы. Это некий самостоятельный научный труд, который вы пишете. Вы когда его пишете? До диссертации, после диссертации, какого объёма, какому сроку нужен? Вот вы на эти вопросы знаете ответ? Ну и самое моё любимое – это документы. Я просто вот когда там отзывы, особенно в курсе читаю, мне кажется, 50% отзывов про то, что мы вообще сроду не представляли, какое огромное количество документов и сколько нюансов там нужно представлять себе. Поэтому, какие документы у вас уже есть сейчас, когда они вам понадобятся, как они должны быть оформлены, вы это знаете? Если не знаете, значит, с этим нужно разбираться. Вот это, вот как только вы на эти вопросы ответите, в цифрах, в цифрах, да, я не случайно сказала, цифровые. Сколько штук, сколько страниц, сколько страниц, какой срок и так далее. Всё, вы готовы планировать. Вот теперь только вы готовы планировать. Теперь мы должны с вами определить точку, в которой мы находимся, по точно такой же схеме. Вот это всё, то, что в цели и то, что сейчас. Когда мы с вами и то, и другое сделали, то есть, вот если вы сейчас готовы ответить на этот вопрос, сразу себе пишите. Сейчас у меня по диссертации столько-то, публикаций, столько-то, автореферат буду писать тогда-то, документы такие-то, такие-то есть. Вот если вы пишите, а я прям прошу вас писать, напишите себе вот это сейчас про вашу текущую точку. И теперь мы с вами готовы к тому, чтобы провести декомпозицию вот этой цели. Значит, обращаю ваше внимание, что у нас, у декомпозиции, что она нам позволяет сделать? Она нам позволяет понять, какие этапы к цели у нас есть. И вот эти четыре я компонента выделила, это абсолютно как бы разные виды работ, это абсолютно разные, там есть нюансы, поэтому как минимум вот про эти четыре варианта направлений вы должны в планировании помнить. Второе, нам становится понятно, какие нам нужны подзадачи. Может быть, что-то мы соберемся делегировать, может быть, вы там, я не знаю, оформление будете делегировать, может быть, там вы какие-то там расчеты, например, будете делегировать. Что-то вы поймете, что у вас в приоритете, вы когда посмотрите на эту картинку, куда вы идете, и что у вас сейчас есть. И вы поймете, например, что у вас публикации миллион, ну, уже там 20, а вам надо 3 ваковских, например, там для, ну, минимум 3, для кандидатской по гуманитетной, по ряду специальности, давайте так скажу, потому что либо 2, либо 3, это минимум. А у вас, например, уже 20. И вы тогда думаете, так, и вы понимаете, что это уже не в приоритете. Вам приоритет нужно перекладывать на другое, и в связи с этим у вас возникает подзадача. Что вам внутри этого нужно сделать? Следующее, мы понимаем, как только мы вот эту вот одну точку и вторую точку прямо прорисовали, я надеюсь, что вы сейчас уже начинаете себе этот объем работы видеть, как только вы поймете скорость своей работы, вы сможете оценить трудозатраты. А мне сколько на это времени надо? То, что мне кто-то говорит, что за 3 месяца можно написать, это ко мне имеет отношение или нет? Или я не могу на это за 3 месяца написать? Это какие-то, я не знаю, космические люди, которые это могут делать. Следующее, когда вы вот это видите, и когда вы разделяете вот то, что вам нужно сделать на этапы, на подзадачи и так далее, вы к каждому из этих шагов можете подготовиться. Вы понимаете, что так, я начинаю, например, вот вы все публикациями занимались, у меня так было. Я когда писала кандидатскую диссертацию, я не святая, наделала всех ошибок, каких только можно сделать, когда писала кандидатскую диссертацию. У меня было очень большое количество публикаций и ни одной страницы текста. Мне казалось, что я пишу диссертацию прямо не останавливаясь. Ну, то есть в моей голове было такое ощущение. На самом деле, у меня не было страниц текста. И вот если вы понимаете, что вам нужно вот к какому-то этапу подготовиться, значит, вы и настраиваться на текст должны, и, допустим, там почитать литературу или провести исследование. Вы другие работы будете делать. Кроме того, мы сразу начинаем понимать, какие у нас будут сроки. Допустим, там те же, вот если мне надо написать, почему сказала, прям конкретно про диссертацию надо знать ответы. Вам, например, надо написать там три главы, общий объем диссертации, у вас 150 страниц, там в каждой главе примерно там по 40 страниц, потому что еще есть внешние эти, там ведения заключения и так далее. И вот мы уже начинаем переходить к конкретике. Что касается ресурсов, я здесь имею в виду и временные ресурсы, сколько у меня времени есть на это, насколько у вас высока занятость. Может быть, вы на работе сократите занятость ради того, чтобы быстрее доделать этот проект. Может быть, вы начнете выделять время, которое вам с точки зрения ваших биоритмов лучше соответствует. Потому что я часто встречаюсь с ситуацией, когда люди работают, например, там, я не знаю, медики, когда пишут кандидатские, допустим, да. Вот человек целую там смену отработал, потом в ночную отработал, и потом на следующий день планирует диссертацию писать. Ну как? В смысле? Ну это ж не робот. Можно запланировать что угодно, но тут ресурс свой внутренний, временной. Нужно, безусловно, учитывать. Ресурсы по вашей загруженности, насколько вас вовлекают другие проекты какие-то. И таким образом, когда мы с вами начинаем делать декомпозицию целей, мы с вами выделяем вот эти группы задач, связанные с публикациями, связанные с текстом, связанные с этим, связанные с этим. Прям делите, не мешайте, потому что это разные виды. Вы какие-то, я напомню, вы можете, они более простые. Например, с документами можно и ночью посидеть, позаниматься. Это не интеллектуальный вид. Оформлением можно ночью заниматься. Еще что-то. Ну, я условно говорю, я не приглашаю вас всех в ночи писать диссертацию, конечно. Я имею в виду, что в более уставшем состоянии можно какие-то виды деятельности делать, а какие-то требуют вашего прям такого ресурсного состояния. и делим на более мелкие задачи. Почему? Ну, некоторые мелкие задачи можно делать по ходу дела. Где-то почитать, ждете ребенка, почитали, где-то еще что-то, да. То есть, и когда у нас с вами по каждому из этих этапов и по каждому из этих задач есть своя цель и свой измеримый результат публикации столько-то, страниц столько-то, тогда мы понимаем, сколько мы именно к этой цели идем. Потому что когда мы говорим мне нужно написать диссертацию, на самом деле вам не диссертацию надо написать, вам надо выполнить кучу различных видов работ, абсолютно разноплановых. Для всех этапов ставим дедлайны, если вас дедлайны ведут по пути, если вам дедлайны мешают, находите другой прием, который вас будет поддерживать. И, соответственно, естественно, дедлайны мы, если мы их ставим, мы их ставим с учетом приоритетности работы. Если, еще раз, да, у вас какие-то работы уже более-менее, значит, переключаемся на те, которых надо подтягивать, потому что если все мы не сделаем, цель не достигнута. Если мы всю диссертацию написали, у нас полностью все есть, а публикации у нас нет, нас никто не возьмет. Если мы все написали, автореферата у нас нет, мы не сможем защититься. Встречаю таких людей, у которых полностью написано все, абсолютно есть все, защита не случается. Это не всегда проблема человека. Бывают сложности с поиском диссовета, бывают сложности с документами, но, тем не менее, мы стараемся ориентироваться по срокам тоже. Следующее. Когда мы с вами работы планируем, да, и делим эти работы на какие-то группы, в каком смысле? Мы можем параллелить же ведь, да, то есть мы понимаем, что мне, например, надо подготовить за год пять публикаций, и мне, например, надо написать столько-то страниц. Я могу это делать последовательно, а могу делать параллельно. Но я понимаю, что вот эту работу я делаю для достижения этой цели, а вот эту работу я делаю для достижения вот этой цели. Поэтому я их могу соединять либо по дедлайнам, например, вы учитесь в аспирантуре, и вам там к какому-то вашему отчетному мероприятию нужно сделать какие-то шаги. Все, вы вот по этому дедлайну объединили, что вы будете делать. А если вы без аспирантуры, без докторантуры пишите, вы пишите, вы планируете просто по приоритетности. Вот это более приоритетно. Почему для меня? Прям прописываем себе. Вот прям я надеюсь, что вы сейчас за мной следуете, и, может быть, какие-то вещи прям себе фиксируете по поводу того, что именно приоритетно для вас. То есть, когда мы с вами вот таким образом поработали, прямо вот так вот разложили все по полочкам, вам становится понятно, вы не думаете про результат, вы не думаете, что результат мы как воспринимаем? Мне надо защититься, или мне надо написать диссертацию. Вот эта цель, она вообще ничего не говорит, абсолютно вам. Она не помогает вам дойти до цели. А вот когда мы все-таки мышление свое меняем на процессное, и вот за этой целью, за этой черной коробочкой видим процесс, мы понимаем, что мне делать, в каком объеме мне делать, в какому сроку мне делать. У меня возникает некое вот такое объемное представление, цели, задачи, подзадачи, под каждое есть какой-то срок. И я начинаю, вот вернусь к тому, что, а если у меня нет мотивации, у меня нет настроя, я вам рекомендую выделить прямо внутри вашей вот этой вот, вот этого плана, разделить задачи на более легкие для вас. Не существует просто более легких, и просто более, или более сложных. Для вас что-то будет более легкое, более сложное. И вот когда вам совсем не хочется, сложно еще что-то, старайтесь сделать легкий шажок. Если же у вас нормальное состояние, много времени и так далее, ориентируйтесь на более сложный, на более такой шаг. Ну и безусловно, что важно нам учитывать, когда мы вот эти процессы начинаем делать, нам нужно изучить эти процессы, то есть есть ли у этих процессов какой-то срок. Ну, например, некоторые вещи, допустим, публикации у вас должны быть опубликованы до такого-то срока. Иначе вы через определенную процедуру не проходите. То есть вот эти вот вещи по требованиям, да, почему следующий вебинар по требованиям будет, чтобы у вас вот эта сегодняшняя тема связалась с требованием, мы не можем в один момент, в один вебинар все это вложить, да. И второе, что очень важно, не просто кто-то скажет, что изучать, например, как публиковать статью. Я все прекрасно знаю. Базу все знают. Кто-то даже писал, кто-то это все умеет делать. Замечательно. Но если вы только приступаете к этому, ищите неочевидное. Вот какие-то такие фишечки, особенности, которые вас продвинут, которые реально такие работающие. Пробуйте все, пробуйте. И, соответственно, после этого мы просто можем заняться оптимизированием. То есть когда у нас есть стратегия, исходя из нее, мы вот эту декомпозицию сделали, мы привязали это к календарю, к какому-то своему календарю, с учетом своих особенностей, поняли процессы, да, какие-то нюансы. И теперь мы можем оптимизировать что-то, что мы можем делегировать. Ну, например, подбор литературы. Можем, можем. Оформление списка литературы. Можем, можем. То есть какие-то вот такие технические вещи можем делегировать. Мы можем воспользоваться консультациями, можем прийти к людям, которые это делают или умеют делать и могут нас научить, и ускорить этот процесс многократно. И, конечно же, упрощаем процессы. Если мы понимаем, что мы что-то делаем долго, вспоминаем наш вопрос, на который я заострила ваше внимание, а что я могу делать по-другому? Какие-то же ведь есть наверняка другие варианты. То есть вот здесь вот надо, чтобы вы эти варианты видели для себя. Ну и, конечно, друзья мои, вот что называется, все, кто со мной свяжутся, всегда понимают, что я начинаю, вообще с этого начинать надо. Надо себя хвалить. Что бы вы ни сделали, маленький шажочек, маленькое какое-то телодвижение в сторону своего результата, похвалите себя, заметьте это. Скажите, какой я молодец, как здорово, что у меня вот это начало получаться. Сегодня похвалите себя. Я сегодня пришел на вебинар, я сейчас записывал в блокнот, я сейчас все это зафиксировал для себя. И прямо сейчас вебинар закончится, я пойду это и сделаю. Да, Дмитрий, это как раз то, что я тоже называю ситуацией успеха. Я сейчас любая и даже сегодняшнее телодвижение в сторону. Как говорится, не иду, но хотя бы смотрю в эту сторону, лежу в эту сторону и так далее. Это уже очень важно. Обязательно себя похвалите, потому что, а что значит мотивация? Да надо просто себя поддерживать к себе. Вот как мы детей своих поддерживаем. Это очень важно. Потому что если мы себя не поддерживаем, что же мы на остальных-то перекладываем эту ответственность? Почему они нас должны поддерживать, если мы себя не поддерживаем? Поэтому, несмотря на то, что это слайд практически завершающий, я бы его вообще всю презентацию говорила вам только об этом, и это тоже бы точно помогло. Ну и, конечно, друзья, не случайно говорила, в завершении хочу еще раз напомнить вам про семинар, вебинар, который у нас пройдет 6 ноября, точно в таком же формате, присоединяйтесь, будем говорить о нормативных требованиях, о том, чтобы еще какую-то частичку стресса, которую мы сегодня не взяли, чтобы вы могли тоже немножко успокоиться и более уверенно двигаться по своему пути. Ну и, конечно, если вам захочется пройти какую-то часть пути за руку вместе со мной, то я буду рада вас видеть на курсе, поддержать, научить, рассказать о нюансах и так далее. Ну и, конечно, я все время говорю, что иногда я не успеваю спросить, вот сегодня тоже попросили достаточно компактно рассказать, потому что будет другой вебинар, да, и нужно технически уложиться в это время. Если у вас вдруг возникают какие-то вопросы, неважно, после семинара нашего, после просто какой-то вопрос, там непонятно, к кому обратиться, обращайтесь, приходите на пост, приходите на семинары, пишите. Если стесняетесь писать в чат, такое бывает, пишите на почту. Я не обещаю, что я вам сию секунду отвечу в теме письма, тогда, пожалуйста, пишите суть вопроса, потому что просто огромное количество приходит в почту, но то, что я отвечу, 100%. Поэтому я вам желаю, чтобы у нас все с вами получалось. Я вас благодарю за то, что вы приходите на наши вебинары, я благодарю вас за вашу активность, за ваше желание писать диссертацию, за то, что вы продвигаете не только себя, вы пытаетесь продвигать нашу науку. Это вызывает неимоверное уважение, восхищение, пусть все будет самым-самым лучшим образом, и никакое отсутствие мотивации или упавший там, потерявшийся настрой, пусть он вас не останавливает. Каждый из вас может дойти до этой цели. И, пожалуйста, двигайтесь. Всего доброго. Я сейчас посмотрю в чат, отвечу на вопросы, если я их пропустила. И встречаемся в следующий раз. Так. Так, Светлана тут написала, какие советы вы можете дать для создания благоприятной рабочей среды, соответствующей продуктивности. Дмитрий, отличный вопрос. Отличный вопрос. И здесь нет опять правильного ответа, друзья. Почему? Потому что кто-то обожает работать в кресле. Кто-то хочет уйти в кофейню, в читальный зал библиотеки. Я не знаю, кто-то, у кого-то есть прекрасные возможности на работе и очень неудобное, например, пространство рабочее дома и так далее. Поэтому вот здесь я отвечу очень, может быть, странно, но другого ответа здесь, наверное, быть не может. Постарайтесь сделать так, чтобы эта рабочая среда, рабочее пространство было комфортно для вас. Опять же, да, вот что вам нравится, что вам сейчас в своем рабочем месте не нравится, постарайтесь это устранить. Ну, а все остальные там и серии рекомендации лучше вот так, лучше по-другому. У нас на самом деле на курсе чуть ли не целая тема есть по этому поводу. Поэтому это вот не за одну минутку, да, но здесь роль окружения поддержки со стороны коллег. Конечно, ну как это можно не оценивать? Это очень-очень важно. Есть люди, которые без поддержки доходят до цели? Есть. Есть люди, которые, там, я не знаю, с наставниками идут, с научными руководителями, с научными консультантами? Есть. Есть люди, которые вообще без всех доходят, берут в конце научного руководителя защищать? Конечно, есть. Конечно. Конечно. Поэтому, ну просто, мотивация, это дело важное, но сами мы себя должны как-то двигать. Алиса Юрьевна, я очень рада. Я вот как раз собиралась вам писать. И очень тоже рада и увидеться, и слышать, что вы продвигаетесь. Это очень-очень важно. Ну что, друзья, еще раз вас благодарю. Жду на следующих наших встречах. И всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok